Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер планирует поездку в Италию, чтобы лично урегулировать конфликт между Римом и Брюсселем, который в последнее время накалился до предела. Италия обвиняет Европу в неисполнении обязательств и давлении на страну. За свои заявления итальянский премьер Матео Ренце впал в немилость в европейской столице. Уже несколько дней стороны сыплют друг друга упреками. Подробнее в нашем следующем сюжете. Время, когда мы снимали в Брюсселе шляпу, закончилось. Италия заслуживает уважения. Премьер-министр Матео Ренце все чаще повышает голос в диалоге с Европой. Источник конфликта уже известная на греческом примере политика жесткой экономии. Рим отстаивает свое право самостоятельно решать, сколько государственных денег и на какие цели тратить. А также отстаивает свои интересы во всех болезненных для Европы вопросах, таких как мигранты. Второстепенная роль в Евросоюзе Рим сегодня уже не устраивает. Италия должна быть тем, чем всегда была точка отсчета, заявил по этому поводу премьер. Италия должна заставить себя услышать решительно, но любезно и со всей вежливостью. Должна дать понять, что время, когда кто-то извне мог нами командовать, прошло. Это не значит, что мы ничего никому не должны. Нам нужно наводить порядок у себя дома и требовать от других уважения. На многочисленные претензии Италии отреагировал глава Еврокомиссии. По словам Жан-Клода Юнкера, нападая на Европу, Рим ошибается. В итальянскую столицу в феврале он приедет сам, чтобы решить проблему. Как говорят эксперты, Ренци не случайно выбрал момент для действий. Сегодня Европа ослаблена и разрознена. Но выход в том, по словам итальянского премьера, чтобы не зацикливаться на цифрах роста и государственного долга, Европа больше, чем цифры, подчеркнул он. Но если какие-то нормы существуют, то должны работать и для каждого государства. Отделения на первых и вторых Италия больше не допустят. Юлия Гончарма, Семилиано Вольпе, 24КЗ, Италия.